Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве, в частности, о священном писании Библии. В прошлой публикации мы закончили разбираться с первым посланием к коринфянам апостола Павла и переходим ко второму. Предполагается, что оно было написано через год после первого в Македонии и датируется примерно 57-м годом. К этому времени Павел еще не успел прийти в коринф, но знает о реакции на предыдущее послание из рассказа его ученика Тита, апостола из 70. Ученые не сомневаются в авторстве этого послания, но предполагают, что оно составлено из двух или трех разных. Начинает Саввл с напоминания, что он апостол Иисуса. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Второе послание к Коринфянам 1.1.2. Апостол Язычников благодарит Бога, который дает утешение после страданий. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Второе послание к Коринфянам 1.3.4. Саввл рассказывает, что все христиане испытывают то же, что и он со спутниками. Вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Второе послание к Коринфянам 1.7. Павел рад, что Коринфяне молились за него, чтобы избавить от страданий. При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Второе послание к Коринфянам 1.11. Вероятно, апостола язычников обвиняли в том, что он отправился в Македонию, а не, как обещал, в Коринф. Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет. Второе послание к Коринфянам 1.17. На это Саввел отвечает, что всегда был искренен с членами общины. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. Второе послание к Коринфянам 1.12. Он объясняет, что поступил так исключительно из любви к Коринфянам, чтобы они успели исправиться к его приходу. «Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». Второе послание к Коринфянам 1.23. Во второй главе Павел продолжает свою мысль, говоря, что не пришёл ещё к коринфским христианам, потому что не хочет их огорчить. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчён мною? Это самое и писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Второе послание к Коринфянам 2.1.3. Он так поступает, потому что очень огорчён тем, что происходит в общине. От великой скорби и стеснённого сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Второе послание к Коринфянам 2.4. Апостол Язычников говорит, что те, кто ведёт себя неправедно, расстраивают не только его, но и всех коринфских христиан. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Второе послание к Коринфянам 2.5. Он советует простить виновников. Для такого довольна сего наказание от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощён чрезмерную печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. Второе послание к Коринфянам 2.6.8. Хотя в первом послании требовал предать сатане воизмождение плоти, чтобы дух был спасён в день Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам 5.5. Здесь он объясняет, что такая рекомендация была лишь проверкой, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всём ли вы послушны. Второе послание к Коринфянам 2.9. Любопытно получается. Савл хотел испытать Коринфян. Павел рекомендовал довести до физической смерти. А такой вариант трактовки фрагмента у комментаторов есть. А теперь советуют простить? А он не думал, что человека уже могли убить? И извинять уже некого? Или он на это и рассчитывал? А прощение должно быть посмертным? Павел обещает извинить провинившегося, если члены общины его простят. Причём причиной для таких своих действий называет умыслы сатаны, хотя такие не уточняет. А кого вы в чём прощаете, то и я. Ибо и я, если в чём простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Второе послание к Коринфянам 2.11. Саввл рассказывает, что не мог спокойно проповедовать в Трааде, так как ждал встречи с Титом, посланным в Коринф, и потому пошёл ему навстречу. Придя в Трааду для благовествования о Христе, хотя мне и отверсто была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашёл там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошёл в Македонию. Второе послание к Коринфянам 2.12.13. Заканчивается глава объяснением сложной миссии проповедников, которые сами являются божественным благоуханием, несущим одним жизнь, а другим смерть. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Второе послание к Коринфянам 2.15.17. Третья глава начинается утверждением Павла, что ему не нужны рекомендательные письма для общения с коринфскими христианами. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Второе послание к Коринфянам 3.1. Саввел уверен, что если он сам основал эту общину, то это само по себе рекомендательное письмо, причем от Иисуса. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Второе послание к Коринфянам 3.2.3. Вероятно, здесь играет роль неизвестный нам конфликт между христианами и иудеями. Именно последние пользовались рекомендательными письмами и получили скрижали с заповедями согласно текстам Ветхого Завета. Дальнейшая история продолжает это противопоставление. Апостол Язычников говорит, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Второе послание к Коринфянам 3.6.8. Саввл продолжает нападать на иудеев, говоря, что они до сих пор ничего не поняли. Мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо своё, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остаётся неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Второе послание к Коринфянам 3.12.14. Павел утверждает, что читающие закон Моисея ничего не понимают, но только обращение к Богу даёт знание. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Второе послание к Коринфянам 3.15.16. Однако, насколько я помню, Иисус во время своего земного существования ничего не говорил о том, что закон Моисея понимается неправильно, а вот о том, что его нужно соблюдать, неоднократно. Но как можно соблюдать, не понимая? Если бы речь шла о людях, не понимающих закон, то, вероятно, всеведующий Бог прислал бы толкователя. Завершается глава словами «Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода». Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам 3.17.18. На этом третья глава второго послания к Коринфянам апостола Павла завершается. В следующем видео нас ждёт четвёртое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok